Добрый день, уважаемые друзья, зрители моего канала. Те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Внизу под видео вы найдете кнопочку подписаться. Сегодня я хочу вам рассказать о таком приспособлении, как тестер для измерения состояния тормозной жидкости. Данный тестер я заказывал на Алиэкспресс в Китае. Цена его около 5 долларов. Ссылочку я оставлю внизу под видео. Вы можете сами заказать, посмотреть, кому понравится. Ну, а также внизу под видео будет еще группа ВКонтакте, в которой размещаю разное приспособление, которое заказываю из Китая. Какие-то там для автомобилей, просто какие-то аксессуары. То бишь, ну, можете зайти посмотреть, кому будет интересно. Какой же принцип работы данного тестера? Здесь есть индикация. Она состоит из 5 светодиодиков. Зеленый, 2 желтых и 2 красных. Зеленый, значит, состояние новой, как новая тормозной жидкости. Если желтая, здесь, соответственно, 1% влаги уже обычной жидкости, либо воды составляет в тормозной жидкости. Две желтых. Полоиндикации горит, когда здесь 2%. Когда загорается уже красная, 3%. И последняя красная уже 4% и выше. Ну, сейчас я вам продемонстрирую. Здесь есть два автомобиля. Вот автомобиль Пафат Б5, в котором тормозная жидкость менялась около месяца назад. В связи с тем, что перебирались тормозные суппорта, соответственно, была произведена и замена уже тормозной жидкости. И есть автомобиль вот рядышком Nissan Almera, в котором тормозную жидкость, в связи с тем, что мало очень эксплуатируют, меняли там, наверное, около, ну, более 5 лет тому назад. Хотя тормозную жидкость рекомендуется менять хотя бы 1 раз в 2-3 года. А те, кто ленится ее поменять, хотя бы можете воспользоваться вот таким тестером. Ну, и сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Вот, откручиваем заливную горловину. Индикатор здесь сверху имеет кнопочку, включаем его, загорается зелененький диод, который показывает, что включено. И, соответственно, будет уже показывать, в каком состоянии тормозная жидкость. Как вы видите, здесь горит зеленый индикатор. Сейчас еще раз включу. Вот, горит зеленый индикатор. Значит, жидкость соответствует, она новая. Здесь замену производить не надо, нет необходимости. Ну, а сейчас перейдем ко второму автомобилю. Также откручиваем крышечку бочонка, нажимаем на кнопочку и погружаем в тормозную жидкость. Как вы видите, загорелась красная. Последняя вот, как бы, индикация полностью. Состояние жидкости очень плачевное и требует замены. Принцип работы данного тестера очень простой. Также я вам скажу еще, я пробовал его, брал просто, погружал в воду. И, соответственно, точно так же сразу же загорается красная индикация. Ну что ж, надеюсь, вам видео было полезным. Кому будет необходимо, я еще раз повторюсь, вы можете найти ссылочку на данный тестер внизу под видео. Можете заказать себе и пользоваться. Вещица довольно-таки часто пользоваться ей не будете. Однако иногда для проверки можно посмотреть, убедиться, что у вас действительно жидкость в хорошем состоянии. Чем же вообще чревато, когда у вас в жидкости довольно-таки большое количество воды? Тормоза будут работать. Но если вы будете ехать довольно-таки интенсивно и часто тормозить, тормоза начнут греться, соответственно, начнет греться и тормозная жидкость. И она может потерять свою эффективность. У вас просто-напросто может провалиться педаль тормоза. Так что, в принципе, вещь полезная. И те, кто ленится поменять один раз, два, три года тормозную жидкость, пожалуйста, покупайте, пользуйтесь. Ну что ж, надеюсь, вам видео было полезным. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Всем удачи и до новых встреч. Пока.